Сейчас новости культуры. Минувшие выходные в Кунгуре отметили православный день святых жен мироносец. Праздничные концерты прошли в культурных учреждениях города. Женами мироносецами с давних пор называют тех женщин, которые последовали за спасителем Христом и стали свидетелями его страданий. Пример их самотверженной любви к ближнему и стал образцом для многих поколений православных верующих. Накануне светлого праздника дворец культуры машиностроителей ждал гостей. Праздничным концертом работники культуры поздравили каждую женщину города, ведь именно она – это прообраз тепла, красоты, любви и уюта. Участницы вокального ансамбля выразили все свои чувства и эмоции к женщинам-героиням нашего города, страны и мира в целом, передав их через свое творчество, отдельно уделив особое внимание своим мамам. Праздничным концертом работники культуры поздравили каждую женщину. С теплыми словами поздравления со сцены в адрес прекрасной половины нашего города обратилась депутат городской думы Валентина Висоцкая. Дорогие женщины, я хочу вас всех поздравить с этим христианским праздником и пожелать вам чисто женского счастья. Будьте счастливы! С праздником вас! Отдельного внимания заслуживают номера в исполнении детей. Каждое слово песни или каждый жест их танца до глубины души трогает каждую женщину в зрительном зале. Ведь сильней, чем любовь матери к своему ребенку, пожалуй, нет ничего во всем мире. И для каждого малыша мама – это и забота, и терпение, и безграничное море улыбок, и земной ангел-хранитель. Каждая женщина – это святой лик, это богомолица. Мама, мама, ты одна, не предаешь и не разлюбишь, в мире этом и другом, ты всегда со мною будешь. Я к одной тебе иду, в сердце раненая. Мама, мама, ты моя, стена каменная. Мама, мама, ты моя, стена каменная. Напомним, православный женский праздник отмечается в третью неделю после торжества Пасхи. Церковь вспоминает имена Марии Магдалины, Соломии, Сусанны и других. Эти богоугодные женщины воочию созерцали мученическую смерть Христа Спасителя. Они видели затмение солнца, великое землетрясение и воскресение праведника в тот момент, когда Мессия был распят на судьбоносном кресте. Увидев невероятное чудо, они стали его первым проповедниками и слугами. В новом апостольском призвании эти женщины понесли радостную весть о могуществе Всевышнего. В нашем городе немало достойных женщин. Именно они несут благо в общество, уходя в добрые дела и поступки с головой. Именно они бескорыстно от чистого сердца дарят людям любовь. И в этот день они по праву заслуживают слова признания и поздравлений. Протерея Олег Шеринкин вручил лучшими достойных благодарственные письма и небольшие презенты. Женщине-христианке я желаю мудрого сердца, любящего сердца. Также и дальше трудиться бескорыстно, безрассудной любовью над воспитающим подрастающего поколения. Потому что у современной женщины будущее нашей Родины. Ибо женщине доверено воспитывать подрастающие поколения. Женщине-христианке доверено воспитывать подрастающие поколения церковных людей. Так что будущее церкви опять же за женщины. Так что, дорогие женщины, не улыбайте. А мы, мужчины, поставим себе крепкое такое мужское плечо и всегда будем с вами. С праздником! Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни. Она несет миру мир. Своей семье, домашнему очагу. Она рожает детей, являясь опорой мужа. Православие взвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей. Сердце женщины более любвеобильное и более открыто для других. Святые наши жены-мироносцы, с горячим сердцем, пламенной душой, О вас возвышенно сказать сегодня хочется. О преданности, о верности большой, о женщины, никем незаменимые. Молитвы матери спасут с морского дна. Смиренные и кроткие, великие. Опорой Божьей Матерь вам дана. Святые наши жены-мироносицы, Тяжелый крест вам всем пришлось нести. Молитв горячих, ходатайств просить мне хочется. За весь наш мир, чтоб этот мир спасти.